Коллеги, всем добрый день. Илья, добрый день. Мы с вами продолжаем обсуждать научные открытия, и сегодня нас ждет лекция, на которой мы поговорим про последние десятилетия. Наш лектор Илья Кабанов. Илья, передаю вам слово. Как обычно, буду вам помогать в модерации, задавать вопросы, если будет поступать в чат. Спасибо, Настя. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вас видеть. Спасибо, что присоединились. Если вы решили выделить час на лекцию о науке, значит, нам точно есть о чем с вами поговорить. Я вас считаю моими единомышленниками. И если вы смотрите нас в записи, вам тоже привет. Обязательно поговорите запись лекции детям. Мне кажется, им будет интересно и полезно. На прошлой лекции мы с вами говорили про научные открытия прошлого года, 2022 года. Сегодня моя задача более масштабная и амбициозная. Я хочу рассказать о том, что делали ученые в последние 10-13 лет. Я взял десятилетия в широком смысле. Это не календарные 10 лет, а плюс-минус. Наверное, самые ранние открытия, о которых я буду говорить, датированы примерно 2010 годом, а последние происходит прямо сейчас на наших глазах. Сейчас я запущу презентацию и сделаю небольшое вступление, которое очень важное. Оно нам пригодится потом. Пожалуйста, пишите вопросы в чате. Можно спрашивать про те научные открытия, которые я выбрал. Можно задавать вопросы про науку в целом. Можно спрашивать меня о том, что я делаю в редакции науки, о том, что я делаю в Яндексе, о том, что я делаю в своем телеграм-канале Лайфлунг Муки. Абсолютно любые вопросы, которые вас интересуют. Можем обсудить научно-популярные книги, любимые подкасты, все что угодно. Но главная тема, это, конечно, наука последнего десятилетия. Как можно составить рейтинг таких научных открытий? Как можно выбрать несколько ярких открытий, которые изменили наше представление о мире, которые совершили научную революцию? Критерии могут быть разные. И способы, по которым мои коллеги журналисты составляют такие рейтинги, у всех разные. Можно посмотреть на список нобелевских премий, которые выдавали в последние годы, и взять те работы, те открытия, которые попали в выбранный нами таймлайн 10 лет. Это один вариант. Другой вариант – посмотреть цитированность научных публикаций. Что чаще всего цитировали, на что чаще всего сталкивались другие ученые. Это тоже нормальная рабочая концепция. Можно посмотреть на списки научных открытий года, каждого года, которые регулярно составляют научные издания, научные блогеры вроде меня. Так тоже можно делать. Для этой лекции, для этого результата я решил пойти другим путем. Я решил, что раз мы живем в 2023 году, во время победившего, побеждающего искусственного интеллекта, значит, нужно попробовать использовать искусственный интеллект и обратиться к нему за помощью. Я открыл чат GPT, всем известный алгоритм генерации или предсказания текстов, и попросил эту нейросеть составить список важнейших научных открытий после 2009 года. Система мне ответила списком, я задал несколько наводящих вопросов, список таким образом уточнил и решил, что меня устраивает этот результат. Это научные открытия, о которых интересно рассказывать и которые точно заслуживают нашего внимания. Я не стал ничего добавлять, поэтому есть определенные ограничения у этого набора. Например, почему-то нейросеть не включила никаких открытий из области археологии, палеонтологии и антропологии, поэтому никаких динозавров и древних людей не будет. Единственное, динозавр – это изображение на моем свитере сегодня. Но, возможно, это говорит про байос обучающей выборки. Все-таки научные журналы больше внимания уделяют физике, астрономии, биотехнологиям. Поэтому, вероятно, нейросети было проще обучиться на данных про такие открытия, чем на информации про палеонтологию и антропологию. Но раз я решил играть под таким правилом, нужно их придержаться. Дальше я сделал следующий шаг. Я решил, что и презентацию тоже нужно сделать с помощью искусственного интеллекта. Поэтому все иллюстрации, все картинки, которые вы сегодня увидите, это продукт MidJourney, такой системы генерации изображений. Я давал фронт, запрос, который состоял из названия открытия. Система генерировала для меня изображения. Я выбирал на более релевантные. И моя идея была в том, чтобы протестировать возможность использования нейросетей в качестве замены научных иллюстраторов. Можно ли использовать нейросети для иллюстрации научных статей? Оказалось, что в некоторых случаях можно, и некоторые иллюстрации получились очень качественными и очень точными с научной точки зрения. Другие были чуть менее аккуратные. Но я все равно ее включил, и если вам будет интересно, можем это обсудить. Итак, на этом мое вступление практически завершено. Приступаем к презентации, приступаем к лекции. Конечно, не смогу подробно рассказать про каждое открытие. Для этого нужно быть одновременно физиком, астрономом, биологом, генетиком, кем только. И еще в разных других науках. Я всего лишь научный журналист, но в конце, как всегда, будет ссылка на страницу, где я перечислил все источники и все дополнительные материалы, которые могут вам помочь. Лекции, интервью с учеными, посты в блогах. Все, что позволит расширить ваш кругозор и глубже погрузиться в эти темы. Там же будут и ссылки на некоторые ролики, которые я делал в редакции науки по этим темам. Они тоже позволят чуть лучше понять суть открытия и разработок, о которых я буду сегодня говорить. Итак, теперь мы точно можем начать. Спасибо, что были со мной на протяжении этого введения. Теперь совершаем наше путешествие во времени. Отправляемся в прошлое, чтобы выяснить, чем же занимались ученые. И начать я хочу в физике. Если вы не фанаты физики, пожалуйста, не расходитесь. Я постараюсь очень просто и доступно объяснить очень сложные физические концепции. Последние годы оказались очень плодотворными и продуктивными для теоретической физики. Ученые благодаря сложнейшим научным инструментам собрали огромный объем научных данных, которые перевернули наше представление о мире и позволили уточнить многие давно существующие теоретические концепции. Мы с вами живем в эпоху, когда благодаря этим сложнейшим научным инструментам ученые получают пучу экспериментальных данных, которые еще недавно казались фантастикой. Ученые могли только силой мысли предполагать, как устроен мир, а теперь мы можем наблюдать реализацию их теорий, их гипотез в физическом мире. Это очень интересно. И прорывов в этой области было много. Мы с нейросетью выбрали, наверное, самые яркие, самые известные. То, о чем все говорили, все писали. И, наверное, вы об этом тоже слышали. И, наверное, самая главная научная и физическая звезда последнего десятилетия, конечно, Базон Хиггса. Элементарная частица, которую в 2012 году обнаружили в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере в Церне, в Международном научном центре, который находится на границе Швейцарии и Франции, где работают ученые из десятков самых разных стран. Это очень сложный эксперимент, очень дорогой эксперимент. Коллайдер очень долго строили, долго настраивали. Его спустили в 2009 году. И к 2012 году собрали достаточно количества данных об экспериментах, чтобы понять, ага, что-то здесь нашлось. Что такое Базон Хиггса? Базон Хиггса – это частица, благодаря которой мы с вами существуем. Если бы Базона Хиггса не было, я бы не существовал, вас бы не существовало, не было бы нашей Земли, не было бы Солнца, не было бы ничего. Потому что Базон Хиггса, если очень сильно упрощать, отвечает за то, что у других частиц, из которых мы все сами состоим, есть масса. То есть без Базона Хиггса те частицы были бы невесомны. Они летали бы по Вселенной, летали бы по космосу, между собой никак не взаимодействовали бы, и не смогли бы образовываться звезды, не смогли бы образовываться планеты, не смогли бы образовываться мы с вами. Очень довольно сомнительная перспектива. Так что спасибо Базону Хиггсу за то, что мы есть. И Базон Хиггса предсказал человек по фамилии Хиггс, Питер Хиггс, еще в 1964 году. То есть практически 50 лет он ждал экспериментального подтверждения своей гипотезы. Он наконец-то дождался, он дожил, и он не просто увидел, как его теория воплощается в жизнь, он еще и успел получить за это Нобелевскую премию. И мне кажется, это пример для всех нас. Если очень долго ждать, обязательно можно получить желанный результат. Итак, следующее физическое открытие, о котором я хочу рассказать, это тоже история про экспериментальное подтверждение давно существующей теории. Но если подтверждение теории Питера Хиггса пришлось ожидать почти полвека, то наши следующие герои ждали экспериментального подтверждения ровно 100 лет. В 2015 году физики сообщили о том, что они впервые могли детектировать, то есть обнаружить гравитационные волны, которые Эйнштейн предсказал еще 100 лет назад. Что такое гравитационные волны? В двух словах это как рябь на воде. Когда мы бросаем в озеро или в лужу камушек, мы видим, что от места падения распространяются волны по всей поверхности этого водоема. В масштабах Вселенной происходит то же самое, когда сталкиваются какие-то очень массивные объекты, например, две черные дыры, которые здесь нейросеть попыталась изобразить, они называют рябь пространства-времени. И эта рябь распространяется во все стороны Филен. С помощью очень сложных инструментов мы можем эту рябь обнаружить. И именно это произошло 8 лет назад. Для того, чтобы заметить эту рябь, пришлось построить огромный лазерный интерферометр. То есть это такая сеть лазеров, лучи которых отклоняются при появлении какого-то возмущения гравитационного поля. И после этого первого примера такие гравитационные волны стали обнаруживать снова и снова. По сути, мы с вами теперь живем в новую эпоху, эпоху гравитационной астрономии. Еще недавно ученые могли наблюдать Вселенную в оптическом диапазоне, то есть смотреть глазами. Они могли наблюдать ее в радиодиапазоне, то есть слушать. Они могли наблюдать ее в инфракрасном диапазоне, который человеческому взгляду недоступен. Теперь у нас появился еще один способ наблюдения Вселенной с помощью гравитационных волн. Это позволяет получить множество данных про черные дыры, как они взводистают друг с другом, как они влияют на окружающий космос. И, наверное, чем дальше, тем больше открытий будет происходить благодаря гравитационным волнам. И это яркий пример того, как движется современная наука. Сначала ученые делают предсказания. Потом эти предсказания теоретически проверяют другие ученые. И если научный консенсус сводится к тому, что да, здесь есть какое-то рациональное зерно, можно это проверять экспериментально. Можно тратить деньги на строительство огромных инструментов, огромных экспериментальных установок в надежде найти доказательства того, что теория действительно оправдана, она логична, она существует, и она описывает не какие-то фантазии, а реально существующие физические явления. Идем дальше. Вот такой очень абстрактной и фундаментальной области. Перейдем к более понятной, к более простой. Поговорим про космические исследования. Наверное, многие из вас в детстве думали про карьеру космонавтов. Я тоже немножко про это думал, но потом узнал, с какими сложностями приходится сталкиваться настоящим космонавтом, и решил, что это все-таки не для меня. Поэтому я буду просто писать про космонавтику, а в космос пусть летают другие люди. И в области космических исследований тоже было много прорывов. Я не буду сейчас говорить про пилотируемую космонавтику, это отдельная тема, там тоже было много всего интересного. Поговорим про исследование космоса с помощью разных инструментов. Если вы следили за научной повесткой последнего десятилетия, то вы, скорее всего, видели моего следующего героя. Вы хорошо знаете, как этот герой выглядит, потому что его селфи не сходили со страниц изданий, причем не только научных. Про него сняли много документальных фильмов, есть много роликов в Ютьюбе, это такая еще одна космическая звезда, звезда научной популяризации. Я, конечно, имею в виду марсоход Curiosity, который в 2012 году, чуть больше 10 лет назад, совершил посадку на Марсе. И с тех пор там работает, управляет на Землю много данных, в том числе много фотографий. И здесь вы, естественно, видите не фотографию марсохода, а еще одну картинку, созданную нейросетью. И, в общем, это очень похоже на то, как марсоход выглядит в реальности. Почему нейросетей удалась эта картинка? Да потому что в ее распоряжении были миллионы снимков марсохода, которые он сделал с помощью камеры, расположенной на одном из манипуляторов. нейросеть угадала количество колес, она, в принципе, угадала форм-фактор, так что здесь мы можем поставить ей плюсик. Почему я включил Curiosity в эту презентацию? Почему это важный инструмент? По нескольким причинам. Во-первых, до него мы не отправляли на Марс такие массивные и такие сложные инструменты. Предыдущие марсоходы были размером в робот-пылесос, может быть, чуть больше. Curiosity размером уже с небольшой джип. И это очень дорогой инструмент, у него очень много разных приборов, с помощью которых он может немножко бурить Землю, марсианскую почву, он может проводить химический анализ почвы и атмосферы, делать много фотографий, естественно. И благодаря Curiosity мы уже точно знаем, что на Марсе когда-то была вода. мы очень хорошо понимаем, как развивалась геологическая история Марса, как он менялся на протяжении сотен миллионов и миллиардов лет. И все это помогает нам чуть лучше понять нашу Землю. Как сравнивая прошлое Земли с прошлым Марса, мы можем лучше понимать, как развивалась геология Земли и к чему мы идем. Ну и после того, как на Марс отправился Curiosity, такое созвездие научных приборов в Солнечной системе стало еще больше. Практически раз в 2-3 года к Марс управляют новые аппараты, которые летают на орбите, которые исследуют поверхность, которые исследуют спутники Марса. И Марсом дело не ограничивается. Мы отправляем космические аппараты к кометам, к далеким планетам Солнечной системы. И не только планетам, но и к Плутону, который, как вы, наверное, знаете, уже не считается планетой. Мы исследуем астероиды, мы берем образцы грунта астероидов и комет и отправляем их на Землю. Это, конечно, то, что казалось фантастикой еще 20-30 лет назад. Никогда раньше у ученых не было столько информации о разных объектах Солнечной системы, как сейчас. Благодаря Curiosity и его последователям мы очень хорошо знаем Солнечную систему. Есть такое расхожее наблюдение, что про Марс мы теперь знаем больше, чем про океаны на Земле. Потому что действительно глубоководных аппаратов, которые опускались на дно Марианской впадины, кажется, было меньше, чем космических аппаратов на поверхности Марса. Такой, мне кажется, забавный и парадоксальный факт. И, конечно, на этом не заканчиваются исследования Солнечной системы, они будут продолжаться. В ближайшие годы в центре внимания ученых будет Луна. Там запланировано много миссий от разных стран. В этом году туда отправились несколько аппаратов. К сожалению, не все были успешными. Не все посадки на Луну удалось осуществить по плану. Но эксперименты будут продолжаться. Недавно вышла новость, что китайское космическое агентство собирается высадить человека, например, с Луны к 2030 году. То есть ждать осталось недолго. И похожие планы есть у НАСА. Идем дальше. На прошлой лекции я, мне кажется, упоминал изображение черной дыры в центре нашей галактики, в Млечном пути. Но, наверное, главное открытие в области исследования черной дыры в мире, это, конечно, первое изображение черной дыры, которое ученые смогли получить в 2019 году. Это было первое прямое изображение, фотография в кавычках черной дыры в центре агалактики Месье-87. Не очень далекая от нас агалактика. Ее было удобно наблюдать, потому что мы смотрели на нее, по сути, анфас. И можно видеть черную дыру, не скрытую газополевым диском. Очень удобно для астрономии. И это был огромный прорыв в области изучения черных дыр. Когда я учился в школе, когда я изучал астрономию, черные дыры были, по сути, теоретическим объектом. Астрономы предполагали, что они существуют. Было много данных, указывающих на то, что они есть, но никто их не мог наблюдать. Теперь мы можем их видеть практически своими глазами, можем их исследовать. И теперь мы получаем все новое и новое изображение самых разных черных дыр. И с помощью искусственного интеллекта мы можем делать изображения более четкими. И это тоже позволяет ученым получать новые данные, например, про вот этот яркий диск вокруг черной дыры. Называется аккрипционный диск. И это помогает чуть лучше понять, как черные дыры взаимодействуют с окружающим пространством, как они поглощают материю. И несколько лет назад на экране вышел фильм «Интерстеллар», и это была научная фантастика. Теперь, конечно, мы не можем пока путешествовать к черным дырам, но за 5-6 лет, которые прошли с момента исследований фильма, наше понимание черных дыр очень сильно продвинулась вперед. И здесь вы опять видите картинку с генерированной нейросетью, но это очень точная картинка. Вот примерно так черные дыры и выглядят в реальность. И еще одно космическое, астрономическое открытие, даже, наверное, не одно открытие, а целый квартал открытий, связанных с экзопланетами. Экзопланеты – это планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы, то есть вращаются вокруг других звезд, не нашего с вами Солнца. И 30 лет назад, впереди 90-х, ученые знали про, по-моему, две или три экзопланеты. 15-20 лет назад были данные про несколько десятков экзопланет. Сегодня мы знаем про порядка 5,5 тысяч экзопланет. Это точно подтвержденные экзопланеты. Они точно есть, и мы более-менее хорошо представляем, как они выглядят, и какие процессы происходят на их поверхности. И еще несколько тысяч – это кандидаты в экзопланеты. То есть, судя по всему, они есть, но пока еще нужно это подтвердить. Вот такой масштаб прогресса в этой области. Почему? Простите. Вопрос от Алексея. Что за отбрец похожий на блик? Я так понимаю, что это по поводу предыдущей. Да. Давайте я закончу про экзопланет, а потом расскажу про фирменную зеркалку. Если будут вопросы, я тогда сразу на все ответим. Да. Почему мы так много из этих планет открыли? Что помогло этому сделать? Может быть, мы стали лучше видеть, лучше слышать? В некотором смысле, да, у нас появились новые глаза. Новые глаза в космос. В 2009 году начал работать космический телескоп Кеплер, который создавали специально для того, чтобы он искал экзопланеты. И он несколько лет назад вышел из строя, разрешил свою миссию. За это время он открыл несколько тысяч экзопланет. И другие телескопы тоже в этом плане хорошо отметились. В прошлом году начал работать самый новый орбитальный телескоп, телескоп Джеймса Уэбба, который в том числе занимается изучением экзопланет. И хотя он работает совсем ничего, практически год, он уже многое нам показал. Например, он занимается исследованием атмосфер экзопланет. И в прошлом году была очень интересная новость. Телескоп Джеймс Уэбба смог изучить состав экзопланеты, которая находится на расстоянии 700 лет от Земли. И этот экзопланет относится к типу горячих Юпитеров. А что это означает? Это означает, что это газовый гигант размером с наш Юпитер или Сатурн. Но этот газовый гигант обращается вокруг своей родительской звезды на очень коротком расстоянии. Он находится ближе к звезде, чем наш Меркурий. Находится ближе к Солнцу. И там, по-моему, 8 раз ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Очень близко. И естественно, что он очень горячий, он очень раскаленный. И понимание процессов, происходящих в атмосфере таких планет, очень сильно расширяют наше представление о Вселенной. В последние годы очень большие ресурсы тратятся на исследование солнечной радиации, потому что это важно для защиты космических аппаратов в Солнечной системе и для защиты людей, космонавтов, которые когда-нибудь отправятся, например, на Марс. Там нужно понимать, как солнечная радиация влияет на них, как она влияет на планеты, для того, чтобы лучше планировать систему защиты. Поскольку этот горячий Юпитер находится очень близко к звезде, там просто какие-то невообразимые объемы этой звездной радиации. И изучая ее, мы можем чуть лучше понять, что делать здесь в Солнечной системе. Вот такими вещами занимаются сейчас ученые. Ну и среди этих более 5000 экзопланет есть потрясающие образцы. Там есть такие огромные газовые гиганты. Там есть планеты каменные, как Земля, сопоставимого с Землей размера. Есть экзопланеты, которые обращаются на таком расстоянии от своей родительской звезды, что на них теоретически возможно существование жидкой воды. А это, как мы знаем, главное условие существования жизни. Пока мы не нашли жизнь на экзопланетах, но, возможно, мы к этому когда-нибудь приблизимся. Есть экзопланеты, которые представляют собой ледяные миры. Они полностью заморожены, как некоторые спутники Юпитера, например. Есть экзопланеты, которые очень горячие. Есть экзопланеты, где постоянно идут дожди из расплавленного стекла. Есть экзопланеты, на которых могут идти дожди из расплавленного металла. Вот такой зоопар экзопланет мы открыли благодаря космическим телескопам. Я думаю, что будем открывать их еще больше, потому что исследования в этой области не заканчиваются. Ученые планируют новые, еще более мощные телескопы, которые позволят нам видеть дальше, видеть точнее и исследовать экзопланеты самых разных трон, получая информацию про их атмосферы, про их поверхность, про, возможно, биологические процессы, которые там происходят. По поводу изображения черной дыры. Ну, опять, эта картинка сгенерированной нейросетью. Так она представила черную дыру. Но это очень похоже на то, как черная дыра выглядит на самом деле. И черная дыра всегда окружена вот этим аккоридационным диском. Черная дыра притягивает тебе материю с очень большой скоростью. Материя разогревается и вызывает такое свечение. Благодаря этому свечению мы и можем наблюдать черные дыры. Без этого аккоридационного диска черная дыра была бы просто незаметна для нас сами. Мы бы ее не видели. Так что спасибо аккоридационному диску, спасибо раскаленной материи. Но она раскаляется до состояния плазмы. Очень высокие там температуры. Есть ли еще вопросы по этой астрономической части? Еще от Алексея. С одной из сторон диск гораздо ярче, чем с другой. Этому есть объяснение? Не уверен. Слушайте, не уверен. Надо уточнить. Хороший вопрос. Опять. Поскольку эта картинка сгенерированной нейросетью, не факт, что на самом деле есть какая-то разница. Но дело в том, что черные дыры, по крайней мере, некоторые из них вращаются. И это значит, что материя, которая на них падает, она тоже вращается. Возникают такие вихри. И, возможно, это влияет на изменение свечения. Тут нужно посмотреть внимательно на сами картинки, не продукт воображения нейросети, а на фотографии. Но, скорее всего, мы что-то подобное там увидим. Может быть, связано с вращением. Но, да, напоминаю, что в конце будет ссылка на страницу со всеми источниками. И там будет несколько лекций про черные дыры. Вы сможете больше узнать о них от астрономов, от людей, которые их изучают. От космоса переходим к гораздо более близким и, наверное, актуальным для нас вещам. Поговорим про биотехнологии и немножко про медицину. Если открытия в области физики и астрономии, конечно, интересны, но непосредственно на нас с вами не влияют, то биотехнологии – это область от успехов, в которой зависит то, как мы будем болеть, как будем лечиться, как долго мы будем жить и что вообще будет происходить с человечеством, как с биологическим видом. И в этой области тоже было много прорывов. И некоторые из этих прорывов тянут на настоящую революцию по масштабам, сопоставимую, например, с открытием структуры ДНК в конце 50-х или с открытием теории революции в 19 веке или генетики в конце 19-го, начале 20-го века. Вот о таких масштабах мы сейчас говорим, когда имеем в виду прорывы в области биотехнологии. Это вещи, которые абсолютно меняют правила игры. И то, что еще недавно было фантастика, теперь уже не просто какая-то реальность в виде лабораторных экспериментов, а это вещи, которые попадают в клиническую практику и применяются врачами. Вот о некоторых всяких вещах мы сейчас с вами и поговорим. И здесь нужно начать, конечно, с этого открытия. Это еще одно важнейшее, ярчайшее открытие дисклетия. Еще одно разве, да? И тоже произошло в 2012 году. Вы заметили, что очень много всего было в 2012 году. Очень интересный год. Было бы интересно составить такую инфографику. Плотность научных открытий в разных областях по годам. Мне кажется, что 2012 год там точно будет всплеском. С чего-то связано сложно сказать. Можно какие-то гипотезы придумать, но пока это просто наблюдение. Так вот, в 2012 году генетики, команда генетиков под руководством Дженни Кродаудны и Эммануэля Шерпантье создали технологию редактирования генома CRISPR-Cas9. С тех пор прошло 11 лет, и за это время стало понятно, что это абсолютно революционная технология. Она изменила абсолютно все. И за нее тоже дали Нобелевскую премию. Вообще, из открытий, которые я включил в эту презентацию, много Нобелевских премий. Нобелевскую премию дали за Образон Фикса. Нобелевскую премию дали за Гравитационные волны. Нобелевскую премию дали за CRISPR. И обычно ученым нужно ждать десятилетия, пока они получат Нобелевскую премию. В последние годы немножко срок ждания сократился. Когда Андрей Гейм и Константин Новоселов открыли графен, спустя всего лишь несколько лет они получили за это Нобелевскую премию. Дженнифер Даудна и Эммануэль Шарпантье ждали своей Нобелевской премии за открытие CRISPR всего, по-моему, лет 7. По масштабам Нобелевской премии это очень короткий срок. И это говорит о том, что важность и революционность таких открытий очевидна с самого начала. Не нужно ждать десятилетия или столетия, чтобы понять, что да, ага, это прорыв, это прорыв, это поменяет жизнь всех людей. Нет, тут это было очевидно всем практически 2012 года. Я, кажется, много хайпа создал вокруг этой технологии. Давайте, Юрий, обсудим, в чем же там суть. Вот здесь картинка очень забавная. Нейросеть уловила суть метафора. Когда ученые или научные журналисты пытаются объяснить, как работают CRISPR, часто используются метафоры генетические ножницы. И, видимо, упоминания этого было так много, что нейросеть решила использовать этот образ и изобразить что-то вроде ножниц на этой картинке, которые, видимо, как-то разрезают ДНК. И, в общем, это понятная и достаточно адекватная метафора. Идея. Идею CRISPR ученые позаимствовали у бактерий. Как и все хорошее, люди здесь ничего особого не придумали, а взяли то, что в природе существуют миллиарды лет. И бактерии используют механизм CRISPR для защиты от некоторых вирусов. Это такая генетическая особенность, которая позволяет бактериям менять ДНК нападающих на них вирусов и делать их безопасными. Таким образом продлевая свою жизнь и существуя как вид сотни миллионов и миллиардов лет. Когда ученые разобрались с тем, как это тук работает, стало понятно, что ее можно пустить на благо народного хозяева и использовать для редактирования геномов самых разных жилых организмов от семян пшеницы до человеческих эмбрионов. И CRISPR-коснайн это такой двойной инструмент, одна часть из которого работает как такой детектив, ищейка, а второй как полицейский. CRISPR находит некий поврежденный участок ДНК или участок, который мы хотим изменить, а коснайн его вырезает или заменяет другим. И вот эта технология позволяет относительно быстро, просто и дешево редактировать геном. В самой идее и самом принципе редактирования геномов нет ничего нового. Технология существует давно, многие десятилетия ученые редактировали геномы, но это было очень дорого и сложно. В общем, CRISPR-коснайн это стало доступно огромному количеству лабораторий по всему миру, сильно удешевило процесс и позволило его перевести практически на промышленный рельс. И сегодня CRISPR-коснайн используется для создания новых сортов растений сельскохозяйственных, более устойчивых к обредителям, более урожайных, все что угодно. Эта же технология используется для разработки новых лекарств и способов терапии самых разных болезней, в том числе рака. Эта же технология используется для лечения наследственных заболеваний. С помощью CRISPR-коснайн уже ученые смогли, медики смогли вылечить людей, страдающих генетической слепотой, то есть у них было нарушение генома, из-за которого они не могли видеть. Заболевания крови таким образом уже удалось вылечить массы примеров. Возможно, мы слышали, что несколько лет назад в Китае был случай, когда ученый-генетик объявил о том, что он отредактировал геном эмбрионов человеческих и родились дети с измененным геномом. Это очень сложная тема с этической точки зрения. У ученого были огромные проблемы, и такие эксперименты вообще-то запрещены. Их нельзя проводить по этическим соображениям. Но это уже случилось, мы теперь живем в таком мире. и вряд ли удастся этого джин запихать обратно в бутылку. Скорее всего, мы придем к тому, что это станет нормой когда-то. Может быть, не в ближайшие 5 или 10 лет, но на протяжении нашей жизни скорее всего. Вот такими вещами занимаются генетики. Я в дополнительные материалы к лекции включил много лекций и текстов об этом. Там есть гораздо больше примеров. Можете все это прочитать гораздо подробнее. Но за этим точно нужно следить. Я думаю, что если сейчас генетические заболевания это во многом приговор и лечению подаются очень сложно, или вообще не подаются, то с помощью CRISPR многие из них удастся вылечить. это качественно изменит жизнь миллионов людей уже относительно скоро. На горизонте 10, 15, 20 лет. Поэтому давайте следить за открытиями области генетики и медицины. Еще одна новость тоже связанная с генетикой и это уже абсолютная фантастика. Это то, о чем раньше писали научно-фантастические книги и снимали фильмы. В 2016 году команда биологов создала первый в мире синтетический то есть искусственный организм с минимально возможным геномом. Это бактерия, которую создали пробирки искусственно и этот эксперимент стал продолжением работы той же команды. Первый результат у них был в 2010 году, то есть еще больше 10 лет назад. Тогда они просто создали первый в мире синтетический организм. Они воссоздали бактерии. Что они сделали? Они взяли клетку, живую клетку, удалили из нее геном, то есть по сути осталась безжизненная оболочка. А дальше они в эту оболочку, в эту клетку безгеномную строили искусственно восстановленный геном. То есть по отдельным протеинчикам они собрали геном бактерий и вживили его в клетку. Получилась живая бактерия, которая могла плодиться и размножаться. Ученые вошли дальше. они решили, что в геноме этой бактерии слишком много лишнего, слишком много генов, функций которых мы не понимаем, которые, кажется, не отвечают ни за какие жизненно важные процессы. И они просто выбросили эти гены. Получился геном, который, по-моему, раз в два короче, меньше оригинального. И этот организм тоже мог плодиться и размножаться. То есть вести достаточно полноценную для бактерий виду. У меня мозг взрывается от таких экспериментов. Это что-то абсолютно невероятное и абсолютно фантастическое. Но зачем генетики этим занимаются? Зачем создавать такие организмы и зачем искусственно ограничивать их геном? У этих экспериментов есть много причин и много выводов. Зачем все это делать? Во-первых, так мы можем лучше понять, как работают гены в организмах, в живых организмах, в том числе и в наших. Мы можем лучше понимать назначение тех или генов. Включая или выключая из генома этих организмов в какие-то отдельные участки, мы можем понять, ага, вот это нужно для питания, это нужно для иммунитета, это нужно для чего-то еще. Кроме того, создавая с нуля такие организмы, мы можем по сути делать биологических роботов, которые будут выполнять строго определенный набор функций. Потом мы можем этих роботов запускать в организм, например, людей, чтобы они там что-то делали, чтобы они управили иммунные реакции, чтобы они чинили клетки или делали какие-то другие вещи, которые пока ученым и медикам не доступны. В таких экспериментах сейчас прослеживаются контуры науки и медицины ближайшего будущего. За этим тоже нужно следить, там тоже будет много параллеров. Ну и мне кажется последнее биотехнологическое открытие. Илья, можно вопрос? Да, конечно. Вопрос от Алексея, как вообще ученые производят операции на таком микроуровне? Там есть разные инструменты. Есть очень мощные электронные микроскопы, которые позволяют заглянуть внутрь не просто отдельных организмов, не просто отдельных клеток, а внутрь отдельных частей клеток. С помощью таких микроскопов, например, ученые могут записывать данные в ДНК, используя ДНК как информацию. Такие эксперименты тоже были несколько лет назад. Если очень обо все, то примерно так. Если чуть подробнее, то боюсь, что точно я не тот человек, который может рассказывать. Тут нужно обращаться к генетикам, и у меня будет несколько ссылок на их лекции в конце. Еще один эксперимент, который тоже немножко меняет наше представление о том, что возможно. И у этого эксперимента уже есть реальные применения в клинической практике. Есть большая проблема с разработкой лекарств. Мы немножко затрогивали эту тему на прошлой лекции, но мало создать лекарств. Нужно его испытать. И традиционно все лекарства испытывали на животных, а потом на людях. И у этих способов есть большие проблемы, потому что животные страдают, а результат эксперимента на людях тоже не всегда легко предсказуем. И если бы мы могли найти способ точно понимать, как те или иные лекарства работают в организме без испытания на животных людях, это было бы очень круто, это сильно продвинуло бы фармакологию вперед. Как же это сделать? Один из способов создавать отдельные человеческие органы пробег. Такие органы называются органы ночи. И фактически ученые создают такого гибрида из кремния и биологических клеток, которые моделируют работу отдельных органов. Первый такой эксперимент провели в 2010 году, это было легкое на чипе. Это небольшого размера орган, который работал как легкое, и можно было на нем испытывать влияние разных препаратов на работу легкого. С тех пор создали огромное количество самых разных органов ночи. Есть почки, печень и кажется ученые постепенно приближаются к созданию мозга на чипе. Есть еще одно соседнее направление, мне кажется на прошлой лекции его показал, это органовиды. Органоиды это очень простая версия органов на чипе. Это просто колония клеток, на которые особо ничего отнимают, но на которых тоже можно испытывать влияние разных веществ. И органоиды головного мозга уже существуют и они используются в практике. То есть от них согнуть к мозгу на чипе в общем-то не так сложно, и я думаю, что такие примеры скоро должны появиться. Это, конечно, приближает нас к вопросу, а можем ли мы создать человека на чипе? Можем ли мы создать из отдельных таких органов маленького искусственного человечка? Ну, пока, конечно, нет, и если мы такого Гольма когда-нибудь создадим, это будет очень интересное будущее. Понятно, что ученые занимаются пока созданием очень отдельных штучек, отдельных органов, и так далеко не заглядывают. Но все эти органы на чипе уже используются для тестирования кандидатов лекарств, и со временем таких экспериментов будет становиться все больше и больше. Это означает, что новые лекарства мы будем получать быстрее, и когда начнется какая-то очередная новая пандемия, может быть, мы увидим вакцины или лекарства не через год, полтора, за несколько месяцев. Вот в таком направлении развивается сейчас биотехновод. Есть ли вопросы по этой части? Нет, вопросов пока нет. Теперь мы переходим к одной из моих самых любимых тем, и она будет последняя. После этого можно судить все открытия и может поговорить о том, что ее упустил, точнее не я, а нейросеть, которая загнилировала этот список. И конечно нужно заканчивать компьютерными науками, потому что в этой области сейчас наверное плотность научных новостей самая высокая. И прогресс здесь пожалуй заметнее всего. Это связано с разными причинами. Одна из них это то, что для многих исследований в области кибернетики не нужны супер дорогие установки. Не нужны космические телескопы, которые стоят 10 миллиардов долларов. Не нужны ускорители частиц, которые стоят столько же. И не нужно экспериментировать на людях прорывами в области биотехнологий. Поэтому наверное здесь мы видим чуть больше ярких новостей. и когда ученых, экспертов спрашивают про то, что произойдет быстрее, какие-то радикальные прорывы в области биотехнологии или в области энергетики, например, появление управляемого термонеросинтеза или акклорирование человека или с другой стороны появление полноценного пильного искусственного интеллекта, кажется, что консенсус сводится к тому, что искусственный интеллект появится раньше, чем прорывы или революции в области энергетики или биотехнологии. Потому что все-таки это чуть-чуть пока нам понятнее и эксперименты в этой области чуть-чуть проще организовывать. Итак, чем ученые занимались в области кибернетики в последние годы? Я думаю, что вы понимаете направления, о которых я хочу поговорить. Вы точно про них читали и, возможно, даже что-то используете в своей практике. И невозможно не упомянуть квантовые компьютеры и квантовые вычисления. Это область в которой надежды возникают периодически. Нам обещали революции в квантовых вычислениях много раз. Они пока не привели к каким-то ощутимым и заметным практическим проявлениям, но это все такой набор очень постепенных шажков, которые, наверное, приближают нас к цели. А цель это создание коммерчески оправданного, энергетически оправданного и практически полезного квантового компьютера. Один из таких шажков произошел в 2019 году, когда Google объявил о достижении так называемого квантового превосходства. Что означает квантовое превосходство? Это значит, что квантовый компьютер смог совершить вычисления, которые для обычного компьютера были бы невозможны. В случае с компьютером Google он справился с некой математической задачей за, по-моему, несколько часов, а по оценке этих исследователей обычным компьютерам это потребовало бы несколько тысяч лет. Это была очень громкая новость, все про нее писали, все обсуждали, и конкуренты Google из IBM и других компаний сказали, что, ребята, какая-то ерунда, мы в это не верим, и кажется, что это не совсем квантовое превосходство, потому что наши суперкомпьютеры могут решить удачу за несколько недель условно. То есть, это, конечно, достижение, но не прорыв. С тех пор еще несколько команд заявляли о достижении квантового превосходства, эти заявления были чуть более серьезными, не было чем меньше вопросов, но в целом сейчас, кажется, исследователи в области квантового вычисления пришли к пониманию, что сама идея достижения квантового превосходства уже в прошлом, этим уже можно не заниматься, и теперь нужно говорить про скорее энергоэффективность, про увеличение мощности квантовых компьютеров и про их практические применения. О чем вообще мы говорим? Что такое квантовая конструкция? Что такое квантовое вычисление? Если вдруг кто-то не знает, если очень сильно упростить, обычный компьютер, с помощью которых мы сейчас общаемся, работает по двоичной логике. Элемент логики обычных компьютеров бит может принимать одно и значение. Ноль или единицу, да или нет. Очень бинарная история. В квантовых вычислениях все чуть-чуть сложнее. Там добавляется третье значение, так называемая суперпозиция и кубит, простейший логический элемент квантовых систем, можно применять одно из трех значений. Ноль, единица или суперпозиция, то есть одновременно ноль единица. И добавление вот этого третьего значения радикально увеличивает вычислительную мощность и производительность таких систем. Теоретически они могут поставить далеко за бортом самые мощные современные суперкомпьютеры и произвести впечатление, которые пока мы даже не можем себе представить. Когда и если квантовые компьютеры станут реальностью, это все поставит под угрозу существования современной криптографии, существования современного интернета, который основан на криптографии и заставит пересматривать огромное количество разных индустрий. и разные подходы к этому уже сейчас становятся реальностью. Есть эксперименты в области квантовой связи, в области квантовой криптографии, есть хорошие разработки, в том числе и в российских университетах. и если вы спросите у меня, когда мы увидим квантовый компьютер, когда мы сможем купить квантовый компьютер или когда сможем доказать слот вычислений на квантовом компьютере, то на это просто ответить не могу. И, наверное, даже специалисты по квантовым вычлению на это просто предпочли бы не отвечать, потому что никто не знает. хотя ученые с разных сторон подбираются к решению этой задачи, пока еще много выгодов, и это точно не перспектива ближайших лет. Но это может произойти в течение нескольких десятилетий. Я снял ролик в редакции науки про квантовый интернет, ссылка на него будет на странице в конце презентации. Если вас тема интересует, можно посмотреть, там, мне кажется, мы смогли очень просто объяснить, как устроены квантовые компьютеры, какие вызовы перед ними стоят, и там есть интервью с людьми, которые занимаются прямо сейчас разработкой квантовых компьютеров. Так что обязательно посмотрите, ролик короткий и понятный. новость, которая произошла буквально на прошлой неделе. Компания Илона Маска Нейролинк получила разрешение FDA, американской администрации по контролю за точными медикаментами, на испытания на людях стыг мозговых имплантов. Раньше они испытывали их только на обезьянах, и пару лет назад была новость о том, что они научились играть обезьян в компьютерные игры силой мысли. Теперь эти эксперименты начнутся на людях. Но Нейролинк это не единственная команда, которая занимается такими интерфейсами мозг. Компьютер этим занимается много разных компаний, научных институтов, в разных странах, точнее в России. Эти лаборатории есть в ЛФТИ, в Техе, по-моему, есть в Колтехе, наверняка где-то еще. И еще лет пять назад в России были компании, которые производили просто пользовательские устройства, которые позволяли управлять мышцами на экране мысли с помощью датчиков, прикрепленных к черепу. Это все технология достаточно отработанная. Это направление, в котором ведутся исследования на протяжении нескольких десятилетий. И это направление, в котором прорывов очень много. Есть нейроинтерфейсы, которые позволяют реализованным людям управлять экзоскелетами. Есть нейроинтерфейсы, которые позволяют слепым людям видеть в кавычках что происходит вокруг. Есть нейроинтерфейсы, которые позволяют реализованным людям общаться с окружающими, и они такие нейроинтерфейсы, такие мозговые импланты читывают сигналы головного мозга и переводят их либо в письменный текст, либо в речь. Они работают разными способами. Какие-то нейроинтерфейсы считывают мысли о рукописном тексте, то есть вы должны представить, как пишете текст, система эти сигналы распознает и переведет в текст. Какие-то нейроинтерфейсы направлены на считывание речевых сигналов. То есть вы представляете, как произносите некоторое слово, система его считывает и переводит в речь. И разные такие нейроинтерфейсы позволяют людям общаться со скоростью от 18 слов в минуту и некоторые, мне кажется, еще быстрее. Это такая хорошая отработанная технология, то, что еще недавно была фантастика, и теперь, пожалуйста, это можно приобрести и можно использовать. Другое направление в области создания кибернетических организмов это различного рода импланты, которые позволяют людям выполнять действия, которые они раньше выполнять не могли. и это тоже отработанная технология, вы можете провести такую операцию и вжить себе в запястье чип, с помощью которого будете открывать двери, походить в метро, делать все, что угодно. Это абсолютная реальность и уже далеко не фантастика. Так что вот такими вещами занимаются специалисты по нейроинтерфейсам, по на наших глазах становятся реальностью. Ну и последнее, о чем, наверное, стоит поговорить, самая яркая, самая громкая и самая одновременно сложная тема, это, конечно, искусственный интеллект. Вчера, мне кажется, вышла новость, Джеймс Кэмерон, создатель фильмов «Аватар», «Титаник» и, конечно, первых двух тернаторов, сообщил, что он начал писать сценарий очередного тернатора, но не будет его заканчивать, потому что пока непонятно, к чему приведет развитие искусственного интеллекта. Он хочет понаблюдать за тем, что происходит с OpenAI, за тем, что происходит в других проектах и уже потом написать сценарий следующего фильма про тернатора. Мне кажется, что это очень разумная позиция, потому что фантасты теперь не успевают за прогрессом в области искусственного интеллекта. Инженеры здесь работают на опережение, и скорость стала потрясающей за последние шесть лет. Мне кажется, прорывов в области искусственного интеллекта стало больше, чем за предыдущие несколько десятилетий. И мы с вами можем использовать самые разные инструменты на основе искусственного интеллекта в своей работе. Я это делаю каждый день. Я пишу тексты с помощью искусственного интеллекта, я делаю картинки с помощью искусственного интеллекта, я планирую рабочие процессы с помощью искусственного интеллекта. Кажется, что эти технологии уже очень прочно вошли в нашу жизнь. И плотность прорывов в области искусственного интеллекта и их практическая ориентированность позволяет говорить о том, что это не очередной хай, как, например, несколько лет назад было с криптовалютами или с NFT, а это уже реальные штуки. И я думаю, что многие из вас тоже уже пробуют это использовать, внедряют свои рабочие практики, мы точно будем продолжать это дело. Моя следующая лекция будет посвящена будущему, я там буду говорить о разных прогнозах того, как мы будем жить через несколько десятилетий, как мы будем работать, как мы будем учиться, как мы будем ездить на работу, как мы будем отдыхать. И там, конечно, будет очень много про искусственный интеллект. И пока, хотя мы видим все эти прорывы, мы видим много проблем, которые ставят перед нами искусственный интеллект. Поэтому на этом слайде вы видите знак опроса, вызовов наверное не меньше чем решений. Есть этические вопросы, есть вопросы воспроизводимости результатов, есть вопросы байса, то есть склонности алгоритмов искусственного интеллекта к принятию не очень объективных решений. Есть проблемы обучающей уборки. Мы все знаем, что результат работы искусственного интеллекта, результат работы машинного обучения хорош ровно настолько, насколько хороша обучающая уборка. Если мы пытаемся учить машину на плохих данных, результат обучения тоже будет плохим. И вы видели это на картинках, которые мы вместе с нейросети генерировали. те картинки, по которым было много фотографий, много иллюстраций, получались более реалистичными, чем те, по которым было меньше обучающих данных. Это справедливо и для изображений, и для текстов, и для алгоритмов, которые учатся про беспилотные автомобили, такая общая проблема искусственного интеллекта. Сейчас разные команды пытаются с разных сторон решать, у кого-то получается лучше, куда-то хуже, и мы будем наблюдать эти исследования в ближайшие годы. Но я остаюсь артинистом. Мне кажется, что искусственный интеллект это наверное искусственный занимает сейчас то место, которое электричество занимало в первой половине 19 века. Было много экспериментов, было много подходов, было много идей, как это можно использовать, но до полноценной электрической революции еще оставалось какое-то время. сейчас мы находимся примерно на таком же этапе применительно к искусственному интеллекту, мы видим его разные проявления, мы видим разные эксперименты, мы видим разные технологии, но это, конечно, пока не полноценный, сильный искусственный интеллект, это не замена человеку, это замена отдельных функций, которые могут выполнять люди, и машина эти отдельные функции сейчас делают лучше, человек, но ни одна система искусственного интеллекта пока не делает все то, что может делать человек на самостоевом уровне, здесь мы пока в начале пути, кажется, что мы к этому все-таки придем, это не какая-то фантастическая идея, а вполне реальная цель, и наверное мысль, которую я хочу закончить, это то, что каждый из нас является что-то творцом, что-то креетером этого сильного искусственного интеллекта будущего, каждое действие, которое мы сегодня совершаем на своих смартфонах, ноутбуках, в интернете, помогает машинам учиться, каждый маршрут, который покладываем в навигаторе, каждое письмо, которое мы отмечаем как спам, каждая картинка, которую мы генерируем во всех этих системах генерации изображений, каждый текст, который мы проверяем с мощью системы умной проверки орфографии, помогают машинам учиться, каждая капча, которую мы проходим перед попасть на какие-то сайты или куда-то залогиниться, помогает машинам учиться, мы все создаем будущее, мы все являемся его творцами, а это означает, что мы все должны задумываться о результатах наших действий, не только инженеры, но и мы с вами пользователи, мы должны понимать, к чему может привести развитие технологий, мы должны обсуждать этические вопросы, мы должны думать о том, каким мы хотим видеть регулирование этих областей и этих технологий, потому что если мы не начнем в этом вдумываться сейчас, через несколько лет может стать поздно, на этом я хочу завершить лекцию, разумеется, я не смог осветить все научные прорывы десятилетия, их было намного больше, чем мы с нейросетью вспомнили, и сюда не попали, например, исследования области нейтрина, этих многоэнергетичных элементарных частиц, которые прониздывают каждого из нас, и мы этого не замечаем, сейчас ученых исследуют с помощью нейтрина, лучше понимают, как устроена Вселенная, сюда не попали многие исследования области биотехнологий, я ничего не сказал про клонирование, которое уже стало абсолютно реальной штукой, мы далеко шагнули после клонирования овечки вдоль, я ничего не сказал про пилотируемую космонавтику, где прорыв бросают прямо на наши глаза, только сегодня на Землю вернулся очередной полностью частный коммерческий космический экипаж, еще недавно это казалось абсолютно безумием, как можно отправить в космос частные экипажи без профессиональных пилотов, оказалось, что можно, технологии уже достигли такого уровня, все эти и многие другие открытия остаются за скобками этой лекции, мы можем их обсуждать во время будущих встреч, можем обсуждать их в натальных сетях, давайте продолжать этот диалог, сейчас вы увидите на слайде ссылку на страницу, где вы найдете множество дополнительных материалов, лекции, интервью с учеными, ссылки на научные статьи, ссылки на журналистские тексты про эти открытия, ссылки на мои публикации, ссылки на некоторые ролики в редакции науки по темам, которые я сегодня озвучивал, там есть мой ролик про квантовый интернет, там есть мой сюжет про космические телескопы и про медицину будущего, обязательно посмотрите, это точно позволит вам глубже погрузиться во все эти темы, и в конце я хочу показать еще раз свои контакты, LifeLongMOOC это мой телеграм-канал про образование и наук, обязательно подпишитесь, Hypertext.io это моя рассылка про новости науки и технологий, ну и Илья Собачка Кабанов .org это мой адрес электронной почты, пожалуйста, пишите, если у вас будут возникать любые вопросы о современной науке, я с соответствием на все буду отвечать, я пришлю ссылки, которые возможно вам пригодятся и помогут, если вам показалось, что я что-то несправедливо вошел вниманием, мы можем судить и сейчас или потом в переписке, ну и конечно обязательно приходите на следующую лекцию, которая пройдет через неделю, она будет называться Мир в 2050 году, поговорим о будущем, поговорим о том, что она ждет и как нам подготовиться к этому миру будущего. Маленький спойлер, раньше я когда рассказывал про будущее, я всегда приводил разные сценарии, в том числе негативные, но в последние годы все негативные сценарии, которые я говорил, уже реализовались, поэтому теперь я буду говорить только о хорошем, только о позитивных сценариях будущего. ну и на этом я уже точно завершаю лекцию, спасибо, что смотрели, что слушали, что задавали вопросы, если есть еще вопросы, я готов на них ответить, но если их нет, то мы можем закончить и продолжить общение в функциональных сетях или в переписке. Илья, огромное вам спасибо, про спойлер на следующую лекцию прям очень привлекает, про хорошее будущее и про то, что не будет каких-то негативных сторон, прям точно коллеги подключатся. Да, нам все нужны поводы для оптимизма. Да, да, вопросов в чате нету, я думаю, что на все вы ответили в процессе лекции, может быть, какие-то будут на следующей лекции, мы также встречаемся. Ну что, коллеги, тогда всем продуктивного завершения рабочего дня. Илья, вам еще раз огромное спасибо за увлекательную лекцию, мне кажется, многие для себя что-то новое открыли, и тогда до встречи на следующей неделе. Спасибо большое, до встречи, всего доброго и хороших выходных. Спасибо, всем пока. Субтитры Продолжение следует...